Да, вечер перестает быть томным. Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Посмотрите, что к нам идет в гости. Это настоящая боевая гроза. Нас фактически засасывает в облако, вот в зоне, где краешек, мы сейчас сюда прилетели. И помету я о наших приключениях в прошлый раз, когда нас чуть не прихлопнуло молнией. Видео на канале есть. Я сейчас буду снижаться экстренно. Я выпустил воздушные тормоза, чтобы нас не всосало в облако. Текущая высота 3000 метров. Знаю, что вы за нас переживаете и обещаю, что я не пойду к ее дождевой части. Потому что в прошлый раз мы ходили туда и получили. Так, сколько у нас есть времени еще? Ну, наверное, уже времени-то и нет. О, это уже прибор. Там были настоящие боевые болди. Нам это не понравилось. Сейчас мы тоже снимаем видео и единственное, что подальше держимся. Этот фронт достаточно бодренько приближается к нашему аэродрому. И это достаточно опасно. То есть, если эта штука дойдет, в прошлый раз мы попали в шквал приличной силы. Думаю, что и сегодня будет такой шквальчик и не детский. Я хотел вам показать, что это для планера опасно, но относительно безопасно. Почему? Потому что до нашего аэродрома на текущий момент 10 километров. Идут постоянные доклады от наших коллег-пилотов, что они идут на посадку. Я делаю разворот в сторону аэродрома. Здесь зона всасывания. В общем, тащит все вверх. И покажу вам, что можно очень быстро на планере снизиться. То есть, высота, повторю сейчас, 2800 метров. Это 2 километра на аэродром, даже больше. О, доклады. Я что делаю? Ставлю, закрыл. Ну, пусть на третьем остается. Полностью выпускаю воздушные тормоза. Первое мое действие. И сейчас я сделаю скольжение еще, чтобы еще быстрее снижаться. Засекаем время 15.55. Во сколько я приземлюсь? Нас придерживает, и поэтому мы снижаемся не очень быстро. А нет, где тут экран был. 13 метров в секунду. 14 метров в секунду. Полностью выпущенные воздушные тормоза и скорость в конце зеленого сектора. То есть, воздушные тормоза максимально эффективны на высокой скорости. Выходить из зеленого сектора я не хочу, потому что это чревато. Есть еще способ увеличить снижение. То есть, это на воздушных тормозах еще и сделать скольжение. Вот так это выглядит. Я даю полностью правую педаль, а ручку даю влево. И вот на этом скольжении, ну, кстати, заметь, чуть меньше скорость и не получается. 12 метров в секунду у нас было больше. Ладно, не буду насиловать планер. Если бы у меня отказали воздушные тормоза, то я бы, конечно, снижался уже, используя только скольжение. Ну, кстати, давайте посмотрим. Понятно, что отнимет это у нас несколько минут, но потрякивает. Я уберу сейчас воздушные тормоза, ставлю только вариант скольжением. Закрываю тормоза. Пролетим какое-то время по прямой. А тем более, если мы так будем шпарить, мы до аэродрома долетим с такой интенсивностью. Так, и скорость 150. Сейчас успокоится его среднитель, потому что он сейчас за 16 секунд считает. Сейчас у нас 4 метра средняя, но оно на самом деле должно быть около 2 метров на нашем плане или на такой скорости. Так, ну вот 2,8-2,7. А теперь я делаю скольжение полностью. Ногу и ручку даю. И вижу, что 1,3 метра в секунду. Слушайте, не сильно эффективно. 1,7 метра в секунду. Вот зона подсоса перед грозой. Видите, если бы у планера не было тормозов, то он, в общем-то, и снижается не очень энергично. Слушай, это вообще не снижаемся. А ты ноги в педали убрал? Да, убрал, конечно. Ну, 2,7 я смог выжить на скольжение, друзья. Может, скольжение я не делаю сладенько? Давай попробуем. Вот это да. Я всегда считал, что я... Слушай, ну здесь потоп восходящий сильный. Еще раз. Да, я думаю, что ты держишь. Да, скольжение было плохо сделано. Педаль ты мне не дал продавить. Вот. Теперь полегче. Но на таком скольжении нам пытается створки оторвать. До 7,7 метров в секунду, 8 метров в секунду. Вот это нормальное скольжение уже, друзья. 9 метров в секунду. Убираю. Но скольжение, чтобы вы понимали, это когда планер раком летит. Когда воздух вытекает под углом. Делается оно с помощью... Дается одна педаль вправо, а ручка влево. И вот, видите, сейчас нитка показывает, откуда воздух. Я вам еще раз скольжение-то сделаю. Собственно, за счет скольжения мы уже и снизились. Мы сбросили все, что у нас было. У нас осталось 1200 метров. Перед нами заходящий на посадку планер. И это, конечно... Кстати, сосет так вот все. Слушайте, уже... Давай, я вам круг сделаю. Посмотрите, видите, насколько быстро приближается линия осадков. Ну, тут не зря-то все. Я мог бы сейчас сделать короткий афганский заход такой, энергичный. Но, к сожалению, на лесаде не я один. Начинается трясти прилично. Поэтому я буду пропускать коллегу. То есть в наше время вроде как мы быстренько приземляемся. А на самом деле не быстренько. Из-за того, что, скорее всего, коллега будет делать большую коробочку. Ну, давайте посмотрим. 22 килотра в час. Западный ветер потреплет нас немножко. Видите, он идет по длинной коробочке. Аккуратненько. А все это время, например, если бы подходил грозовой фрон еще быстрее, то все это время идет нам где на пользу. Так, вот он сделал в классическом месте четвертый разворотик. Замечательным образом идет на посадку. Давай посмотрим, есть ли у нас кто-нибудь. Ну, видите, да, время захода вот эта вот прямая. Но зато он сейчас может аккуратненько точно скорректировать собственное положение, относительно исправить ошибки. То есть такой заход классический и правильный. А мы, так как мы на кругу, сейчас больше никого нету на кругу, я никого не вижу. Высота нормальная, корректная. Мы сейчас выполним энергичный заход. Я вам покажу разницу. Но такой энергичный заход имеет смысл делать, если только ты умеешь. И если это действительно нужно. Но если его никогда не тренировать, то ты никогда не научишься энергично приземляться. Планировочек катится. Сейчас мы увидимся, что он освободит нам полосу. Вы знаете, как был случай, когда раскорячился планировочек на полосе, и потом его объезжать пришлось. Я сейчас выпускаю шасси, чтобы уже не забыть. Оп. Все нормально. И смотрим. Ровно 90 градусов ветер и достаточно сильный. Там 20 км в час порывы больше еще. Так. Я докладываюсь. Сарл Батинди Виктор Доввин Клянинг Ту Саус. И отличие захода того пилота и моего будет в том, что я выпускаю закрылок на полностью в выпущенное положение на лендинг. И выпускаю воздушные тормоза тоже на полностью выпущенное. И как самолет с отказавшим двигателем, я это уже многократно показывал, иду по короткому орбитальному заходу. То есть это значительно быстрее все получается. Да, смотрится страшно. Но так как я это тренировал много раз и на большей высоте, то... И здесь надо, конечно, угадать вот с этим вот выходом на ось полосы. Но видите, как я аккуратненько попал на нее. И сейчас я компенсирую носом. Вот этот то, что планер пытается сдуть с полосы. Видите, как нос показывает путь в... Оп! Педаль подправил. Нос показывал вправо, я в левой педаль, потом его перед касанием подправил, чтобы ось планера совпадала с направлением движения. Иначе можно, ну, на самолете можно шасси разуть или стойки сломать на планере. В общем-то, ничего страшного. Если мы... Ты хлопаешь, да? Опять как... В самолете. Все, друзья, мы подъезжаем к ангару. Видите, как боковой ветерочек-то чувствуется. Вот в ангар, единственное, закрыт. Кто-то там пригородил. Вот, невезутка. Так бы в ангар заехал. А так придется стоять в очереди и ждать. Пока будет. Загрузится. Хотя девушка летает. Мует планер. В ангаре не мочить ничего. Нашла время. Ой, гроза на подходе. Тут да, тут мыть планер, тут прятаться надо. Надеюсь, друзья, я вам смог показать, как, насколько может планер. Видите, что это даже намного лучше самолета с точки зрения возможности снизиться. Ну, хотят какой-нибудь пилотажный самолет и быстрее снизиться. Но у нас еще есть радиоименческое качество. Мы можем еще далеко пролететь. Да, мне страшен отказ двигателя. То, что или нет совсем, или такой самовзлетный, который мы можем тоже достать. То есть планер это просто бездна возможностей. Так что до новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Не беспокойтесь за нас. Все хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова